Всем привет, друзья, и добро пожаловать на этот видеоролик, который будет посвящен такой вот многообсуждаемой теме под названием Xen или Xen, называйте как хотите. Да, недавно относительно было выпущено обновление на приватную бетку Black Mesa в Steam, да? Не думаю, что это можно назвать сливом, это скорее всего было так спланировано. В общем, в файлах игры нашли больше 800 текстур, пару моделей персонажей, окружения, а также несколько скайбоксов, ну и еще несколько карт, но не самого Xen, а разных тестов. Я думаю, сегодня мы с вами пройдемся по каждой, я покажу вам самое интересное из всего этого. Давайте начнем сразу с интересненького. Добро пожаловать в Xen, ребята, именно так выглядит один из скайбоксов, который был найден в файлах игры. У нас тут есть раз, два, три, четыре, пять переключателей, то есть пять разных скайбоксов, для тех, кто не шарит вообще скайбоксы, это вот, ну небо, назовем это так. И вот это одна из вариаций, а также мы видим парочку, как я понимаю, 3D скайбоксов, то есть псевдомоделей, которые можно отключить, которые можно, наверное, включить, но у меня это не получается сделать, да? Все равно ничего интересного нет. Ну и, в общем, напишите в комментариях, как вам вот это вот небо, какого скайбокса вам больше всего понравилось, вот это вот первый скайбокс. Вообще все они выглядят очень красиво, давайте перейдем ко второму. Вот так вот выглядит второй скайбокс, такой вот зеленоватый, знаете, вот на оригинал не совсем смахивает, но очень и очень даже прикольно все это выглядит. Я постараюсь поменьше мельчешить, вот видите эту линию горизонта, прям четко. Вот интересный факт, забавный факт, не знаю, насколько это правда, но, как я помню, все небеса в Half-Life и в Half-Life of Posing Force делались путем сканирования микробов, потому что что-то типа такого, и выглядело это забавно. Вот это вот третий скайбокс, он на самом деле мне больше напоминает что-то уже земное, если честно, вот типа там это закат, солнце, два солнца с двух сторон. Выглядит завораживающе. Четвертый скайбокс, ну это уже чисто космос, пейс, о да. Ну и последний, пятый скайбокс, мой любимый, потому что он создает такое ощущение нахождения в пространстве. Вот просто посмотрите, вот сюда кабутки, не знаю, черное небо, разноцветные звезды и просто, блин. Это очень красиво. Так вот, ребята, голосуем в комментариях, какой скайбокс вам больше всех понравился, а мы идем дальше. Итак, вот это то самое место, одна из тестовых карт, где мы можем лицезреть все модели, которые были слиты. Начнем мы с этого гарпуна, который я не знаю, что это, откуда он, для чего это, ваши догадки можете писать в комментариях. Он уже был слит год назад или два, но я до сих пор не понимаю, для чего это. Но выглядит довольно круто. Например, какое-то оружие, знаете? Может, серьезно, какое-то новое оружие будет в зене? Потому что это реально какой-то ствол. Окей, вот кристалл, который бликует, и выглядит он супер сочно, знаете, как золото. Вот еще один кристалл, который висит. Тоже очень высококачественный. Прям 10 из 10. А вот еще некая фауна, некоторые растения, которые присутствуют в зене. Если что, карту скину в описании, если можно сейчас взять, скачать и лицезреть все эти модели в игре. Так, вот это уже интересно для тех, кто посещает разные группы ВКонтакте по Half-Life или Маю. Там тоже эта новость была. В общем, появится новый противник, это зомби в костюме Хэв. Вот так он выглядит без Хэдкраба, прям устрашающее зрелище, серьезно, да. Я подумал, что тут зрачок был, но если он был, это было бы еще криповее. Вот, такой грязный костюм весь в крови. А вот тут у нас костюм с Хэдкрабом. А вот это самое интересное. Для тех, кто, опять-таки, не в курсе, 1 апреля на новостной ленте Black Mesa была новость о появлении лутбоксов. И именно лутбокс выглядел вот так. Я предполагаю, что этот лутбокс, он на самом деле не для скинов, а для чего-то там, для суплаев, например, в этом, в Зене. То есть, знаете, там оригинально суплаи выглядят просто как батареи, только чуть побольше и более серого типа, да. А тут вот так вот суплаи будут выглядеть. То есть, если мы сейчас нажмем или ударим его, то он откроется. И типа вот тут должны лежать все эти вот батареи, патроны и так далее. Так, опять местная фаунда, только этот раз без текстур. Фаунда, растение, большой гриб. Я уже знаю, что буду делать на выходных с ним. Так, растение. Он движется. Там мультивселенная внутри, ребят, смотрите. О, четко. Вот. Красота. Цветочки. Вот такая вот мини-постройка. Я сначала думал, что можно будет ходить под ней, но, видимо, нет, к сожалению. Это было бы круто, знаете, за вами бежит там ганарш какой-нибудь, вы такие прячетесь под нее, он не может вас достать. Ну, вот еще пару больших булыжников. Да, Стоунхедж будет свой. Здесь мы можем протестировать с вами зомби в костюме Хэба. Как вы видите, у него есть фонарик с динамическим освещением, между прочим. И, в общем, когда мы по нему стреляем, по костюму, как видите, от него падают искры. Давайте попробуем, не касаясь Хэдкраба, его убить. Не знаю, что из этого выйдет. Возможно ли это или нет? Если тупо стрелять ему, там, не знаю, в ноги или в торс. Видимо, нет. Видимо, он бессмертен, если встрелять у него в тело. Ему... Ну, окей. Давай! А, блин. А вот он жесткий. Только я одного не понимаю, какого хрена-то. Ты не умираешь, если у тебя хэдкраб на голове и обычный. Какой бы крутой у тебя костюм не был, ты должен умирать. Вау. В общем, ребят, это... Похлеще Лихиланта, видимо, будет. Басецкий-то. Да твою мать! А, ты меня, короче, достал. Ну, сам напросился. Бон бояж! О-о-о-о! Против Гаусс пушки нет приема. А вот против Лома оказалось, что есть. Ну и последнее на этой карте, это у нас модель Нихиланта. Без текстур, из чего он такой... В эмо-текстуре, да? Эмо-облик. Из парочку анимаций, движения. Выглядит, кстати, неплохо так, знаете, да? В общем, вот это его стул, на котором он сидит такой детализированный. Яйцеголовый. Ой, швы на голове видны. Ой, как он повернулся сейчас, круто. А, облет? Кинематографичный. Working progress, как говорится, да? Ну, а теперь... А-а-а, да. Неожиданный поворот событий. Ну, а теперь мы с вами посмотрим парочку карт с тестированием новых графических элементов на движке Source. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и последняя карта на сегодня, на которой уже виднеется 20-30 фпс. И это у нас, по сути, обычные тесты освещения. Быстренько пройдемся по всему, что тут есть. Так вот, вот динамическое освещение. Немного подлагивающее из-за нехватки кадров. А вот тот же самый источник света, только без динамики. То есть, как вы видите, объект проб не отбрасывает никакой тени. Демонстрация сумеречных лучей. Тут у нас именно в этой комнате показывается только освещение, то есть без лучей. Как это выглядит. А вот здесь показываются только лучи без освещения. И как вы можете видеть, это... Ну да, не зря они называются God Race, типа божественные лучи. Потому что это, 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 это шикарно. Это, муа, просто... На этом можно фапать очень долго. А вот это смесь освещения и плюс сумеречные лучи. Посмотрите, это как на закате. Это выглядело бы просто божественно. Прикиньте, солнце так падает вниз. Какой-нибудь, не знаю, там в сцене. В битве, в зене. Там, конечно, не дерево будет, но что-то так... Типа такого солнца светит на вас. И вы такие, о, прям каширно там. Какой-нибудь, я не знаю, даже слов нет. Здесь нам показывают старое точечное освещение. Не знаю, как это по-другому перевести. А вот это новое освещение, добавленное разработчиками. И если смотреть прям вот так, то на первый взгляд разницы особо нет. Но если приглядеться, как мы можем видеть, тени намного сочнее и качественнее с новым освещением. Как видите, тут у нас в основном тупо просто свет, который так вот идет. Очень неуверенно затемняется, да. И видите, тут тень, она очень тусклая и очень мыльная. В отличие от этого. Где тень прям очень выраженная. Затенение прям 10 из 10. А вот тут после увиденного меня понесло. Это у нас точечное освещение со спекуляром мультиплайером. Как-то так. И просто посмотрите на это. Посмотрите на эти отражения, на эти блики, отблицки. И это, знаете, немножко добавить разрешение там, освещение. И прям как в Unreal Engine 4, да. Ну, 10 из 10. Я не знаю, сколько раз я это видео сказал 10 из 10. Но просто потому, что это... Нет, это не 10 из 10. Это 12 из 10. И лучшее освещение года. Вот тут нам опять-таки показывают динамическое освещение. И давайте затенем детализацию. Вот так вот выглядит наш сам забор. Очень весьма и весьма детализирован. А вот так вот выглядит сама тень. И, ну да, на самом деле она такая размытая. Не совсем точно, особенно вот здесь. Можно смотреть вечно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь. И как преломляются сумеречные лучи. Ну и напоследок мы можем заценить уровень детализации карт теней. Вот от самого высокого до самого низкого. То есть это то, что вы можете выбирать в настройках. Ну и... Да. В принципе, финита. Вот мы с вами и посмотрели все слитые в кавычках материалы, которые сейчас есть доступны в игре. В описании я оставлю ссылку на скачивание карт. А также на видео, где демонстрируется более 800 текстур. В принципе, да. На этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Заходите на сервер в Дискорде. И смотрите стримы на втором канале. С вами был Алан. Удачи!